Вероятность использования химического оружия со стороны России сошла на нет, правильно я вас понимаю? Конечно, особенно среди тех людей, которые окружают Путина. Не Путина, который сидит в бункере в одиночестве, а тех, которые сегодня реально управляют страной, которые реально понимают ситуацию, которая складывается в Украине, особенно на полях сражения, и которые, я думаю, все-таки в глубине души надеются, что они найдут окно Авертона, чтобы сесть с Западом за стол переговоров и выписать с чистого листа новые отношения с Российской Федерацией. Но это подразумевает под собой не учитывание мнения Путина. Уже в Генеральном штабе Российской Федерации есть люди, которые предлагают вообще отказаться от второй волны наступления и спасти хотя бы какую-то часть боеспособных сил, сухопутных войск Российской Федерации. Тут же на носу может быть наступление талибов. Вести первая база, кстати, там вчера, по-моему, отличилась на фронте тем, что попало под наше огневое поражение. Она же охраняла таджидско-афраганскую границу, она сегодня воюет в Украине. То есть ситуация на сегодняшний день в России, это, знаете, я бы, наверное, сравнил, вот когда начинается брожение в продуктах. Вот именно такая ситуация сейчас в высшем военном руководстве. Субтитры создавал DimaTorzok